Если вы бывали в Прибалтике, то еще долго будете вспоминать извилистые улочки Риги, черепичные крыши Таллина и очарование Вильнюса. И, конечно, их национальную кухню. Но если вы не бывали в этих странах, не отчаивайтесь. Прибалтийские блюда на вашей кухне – это не просто реально, но и очень вкусно. Так вперед за продуктами! В Прибалтике весьма популярны блюда из картофеля, овощей и даров леса. И так как эти страны граничат Балдийским морем, в их рационе всегда присутствует рыба. Сегодня для нашего блюда понадобится филе семги и филе судака. И наша запеканка получится нежной, ароматной и сочной. Дайте, пожалуйста, мне филе семги и судака. Спасибо! Шевель богат витаминами, которые так необходимы нам после долгой зимы. Выбрать его достаточно просто. Отдавайте предпочтение ярким зеленым листьям с гладкой поверхностью. Можно мне пару? Конечно. Супер! А придать нашему блюду пикантность поможет хрен. Кетчупы, соусы и майонезы – три желания. Готовим для родных! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите самое вкусное шоу страны «Магия кухни». Сегодня мы отправимся в гастрономический тур по Прибалтике. Поговорим об особенностях этого региона и о блюдах, которые считаются традиционными. А готовить я буду вместе с очаровательной девушкой. Встречайте, дизайнер Бибота. Проходи, пожалуйста. Казахстан. Здравствуйте! Очень рада тебя видеть снова. Я тоже. Это, друзья, это вот моя хорошая приятельница, дизайнер талантливый наш казахстанский, Бота Бахаджан. Ну, как бренд, как и друзья, наверное, тебя называют тоже так же. Бибота. Бибота, да. Прошу любить и жаловать. И кто с тобой сегодня у нас в гостях? Твоя группа поддержки. Сегодня со мной моя подруга Аим, она телеведущая. Очень приятно. И далее моя сестренка Жанна Аим. Здравствуйте. Две Аимки. Ты вот специально таких подруг подбирала, чтобы тоже все, чтобы это замечало. Да, ну сразу видно, что дизайнер, творческий человек, вдохновление для тебя тоже немаловажное. Да, конечно. И сегодня вот моим вдохновением, вот готовясь для этой программы, для передачи, для встречи с тобой, я почему-то вот, мне вот был необходим запах моря, вот этой морской воды. Да, я люблю очень море. Используем здесь рыбу, лук-порей будет использоваться. И первое блюдо это у нас будет запеканка рыбака. И вот эти продукты, которые мы дополнительно купили на рынке, это у нас цветная капуста. Обязательно. Но если рыба, как мы можем обойтись без лимона или лайма? В данном случае здесь у нас лимон сегодня присутствует. И, конечно же, мой любимый литовский сыр, который придаст вот эту вот пикантность нашему блюду. Да, очень необычное сочетание. Очень необычное, но при этом интересное сочетание. Думаю, ты запомнишь и будешь применять. Да, я сама очень люблю такие необычные блюда. И здесь у нас, хочу вот рекомендовать, то продукт, который я с удовольствием использую от нашего генерального партнера Eurasian Foods Corporation, представляющий бренды Три желания, Шедевры, Золотые горы. То есть эта продукция известна как незаменимый помощник на любой кухне. Мы сегодня будем использовать грибной соус Три желания. Прежде чем мы начнем готовить, отправлять наше блюдо в духовку, мы предварительно будем все это пассеровать. Здесь у нас цветная капуста. Я попрошу ее вот сейчас вот такими соцветиями. Сейчас чаще отделена, она мне нужна. Я очень люблю цветную капусту. И значит, ты умеешь с ней справляться, да? Ну да, умею. В принципе, мы можем не добавлять сок лимона в воду, но чтобы вот для пущей вероятности, да, чтобы наша цветная капуста осталась такой хрустящей. И в принципе, ей не грозит, да, потеря цвета, допустим, как у брокколи, да? Когда брокколи, обязательно сок лимона нужно добавлять. Здесь, в принципе, не обязательно, но я хочу, чтобы был именно вот этот кисловатый вкус, чтобы он присутствовал. Какие блюда ты готовишь, вот, допустим, для своих таких созвучных, с именами, созвучными именами подруг? Ну, я им вначале отправляла всегда печенье. Я очень люблю готовить имбирное печенье, такие необычные, с корицей. И я им отправляю вот на праздники. То есть они в какой-то отставе ты делаешь, какую-то свою фирменную провиловку, да? Да, глазировать, там разные шоколадные, там с разными рисунками, там все по-дизайнерски. Я очень люблю готовить. С детства где-то начала, может, во втором классе, наверное, я начала готовить. Ну, а какое было первым блюдо? Яичница. Я думаю, у каждой девушки первое блюдо – это яичница. Вот, с этого все началось. А так умею готовить все. То есть сейчас… То есть липочка у тебя все как бы прямо из подруг вылетает, помимо твоей интересной, колоритной дизайнерской одежды, да, с которой мы знакомы. Да, да. С детства я как бы мечтала стать дизайнером, так как у меня бабушка была швеей, и мне кажется, мне это передалось через поколение. То есть такой хендмейд, то есть постоянно присутствовала именно в партняже. Да, в детстве всегда любила шить, рисовать, и всегда у меня мечта была делать одежду именно в казахском национальном стиле, но не в национальном, а более современном, чтобы одевали нашу молодежь, такие более как студенты, чтобы интересовались. Передом это доступно по ценовой категории у тебя очень. Да, я стараюсь, чтобы было доступно, чтобы и школьники покупали, и молодежь, и старшее поколение. Вот, я думаю, у меня это получилось. У меня вот все… Я интерпретировала наши национальные узоры более в современный лад. Это графические узоры, то есть на повседневных одеждах это бомберы, там различные пальто, на них я делаю узоры. Бомберы очень удобные, очень удобные. Я сам их ношу, я обожаю этот стиль. Да, это как бы в тренде. Вот, поэтому я стараюсь, чтобы одевали именно в повседневной одежде, присутствовали узоры, так как узоры – это наше наследие, и мы должны это сохранять, передавать нашему следующему поколению. Поэтому я стараюсь добавлять не только узоры, но, например, слова на казахском. У меня были свитшоты «Жолан Антайма» – это «Не сходи со своего пути». Не сходи с пути, не останавливайся, иди вперед. Да, вот, это был прям тренд у меня, прям все, улетали эти свитшоты. Опять он за свое. Вот соберу урожай, будет зима сытая. Что, упахался? Мечтатель. Заживем мы с тобой, Маня. Вот лучше поешь по-настоящему и заработай. Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное. Такое ароматное и вкусное. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Я порезал судака, взял его в филе, и нашу малосольную, слабосоленую, как хотите называть, но она приготовлена именно в наших домашних условиях. Рецепты, которые вы в приготовлении найдете на вкуснота.кз и под хэштегами «Магия кухни». Здесь мы приступаем к нарезке лука-порея. Он нам придаст вот этот цвет яркий и такой вкус. То есть это тот же самый лук, как репчатый, да? Но у него нет такого сильно насыщенного запаха. И он красивее, конечно, и он останется таким же красивым и ярким в нашем блюде. Он будет такое дизайнерское блюдо. Конечно, своим участием дизайнерское блюдо. Притушим наши овощи. Воду я убавляю, раскаляю нашу сковороду. И, конечно же, это наш друг, наш шедевр. Это действительно шедевр на всех кухнях нашей страны. Небольшое количество масла шедевр я добавляю. Отправляю. Здесь, если ты заметила, здесь у нас не присутствует лук. Здесь у нас лук-порей. Мы его слегка сейчас припустим. Сразу, не зажидаясь того момента, когда у нас масло раскалится, мы не будем ждать этого момента. Я хочу, чтобы оно сохранило свой цвет. Добавляю. И здесь у нас присутствуют такие специи, как кориандр. Очень люблю эту приправу. Очень это, наверное, как... Вот эта приправа, наверное, как стразы или как какие-то вот в твоей деятельности, да? Потому что это уже... В любом случае, ткань это понятно, да? Это завершение, да. Фактура ткани там, вот. Но всегда какие-то дополнения хочется наброшать. Да, да. Так же, как у тебя, мне вот хочется вот добавить вот сюда вот этот кориандр. Тоже вот такие... Ой, красиво. Он даже невидимый, но вкусовую такую живинку нашему блюду. Я очень люблю, когда добавляют специи. Пошел сок лимона. Дорогие подруги, а Бибута вас часто приглашает в гости? И вот чем она вас кормит? Чего она вас угощает? Какими блюдами? Она очень любит итальянскую кухню, а вот пряники у нее очень вкусные. То есть пряники она готовит дома? Да. Отлично. Отлично. Из-за этих ингредиентов у нас судак. Мы его отправляем сразу же в посылку. Легка припустим. Сейчас мы добавляем нашу цветную капусту. Нищневая вода я сразу отчуда же ее добавлю. Очень красиво и полезно. Самое главное. Ну, я думаю, после нашей передачи, дорогие подруги, дорогая Бибута, да, я думаю... Мы пойдем к боссе в гости. Вы помните, да, этот рецепт, и будете требовать ее. Да, я буду готовить это дома. Бибута, я попрошу тебя, ты стоишь без дела, мы с тобой, конечно, общаемся, разгадываемся, это все замечательно. Но я попрошу тебя вот нарезать вот этот замечательный ароматный литовский сыр. Ага. Нередкий гость, да? Несмотря на то, что вы, как подруги, сказали, что ты кушаешь где-то там в основном, да? Ну, я очень так готовлю в основном воскресенье, а в остальное время мама готовит. Что ты готовила в последний раз? Вот недавно, из недавнего. Что? Лагман. Лагман, вау. Меня просто брат любит. Вот. Это такое все восточное. Соливай пивки. Да, но я люблю готовить итальянское. Фетучини, пиццу, что-то в этом роде. Небольшое количество воды. Так, сколько? Достаточно сыра, отлично. Отдавай мне его. Давайте. Я вот добавляю сюда, в нашу запеканку. Слегка пробежаю. Да, запах. Побыстрее попробую. И вот здесь я присаливаю почти в конце. Небольшое количество перца. Соли будьте аккуратны, потому что здесь семга у нас идет уже просоленная, да? Уже как бы подготовленная для употребления. И сейчас это все, наверное, еще мы подрежем сыра. Подрежем, добавим. В данном блюде можно также использовать, как говорится, ну, нет предела для совершенствия, для вдохновения. Можно использовать также еще какие-то продукты. То есть в данном случае это у нас макароны магия кухни, которые я обожаю. То есть можно предварительно отварить в воде и тоже сюда замиксовать. Но это будет уже такой сытный, полезный, хороший. То есть именно в этих макаронах они содержат в себе очень много полезных микро-макроэлементов. Они изготовлены из твердых сортов пшеницы, что немаловажно. И я думаю, они найдут достойное место на каждой, на любой кухне. Используйте, готовьте. Магия кухни макаронов. Отличная. Я отключил наш огонь. Духовка у нас раскалена. И я отправляю, прямо вот в начале передачи я сказал, что вот замечательная моя любимая посуда, которую вот можно использовать и на огне, и в духовке. В данном случае мы будем использовать ее в сковороду уже как форму. И я отправляю ее запекаться. При температуре духовка у нас раскалена до 250 градусов, но сейчас я снижаю температуру до 180, ну, пускай будет 200, а там мы уже посмотрим. На сколько минут? Минут 10 это максимум, потому что, если ты видела, мы все ингредиенты уже с тобой вместе приготовили. Бибута, мы уже, в принципе, закончили, да, с нашим первым блюдом. И теперь настало время нам переходить ко второму нашему блюду. Оно даже по времени чуть будет длительнее, чем первое блюдо по приготовлению. Это у нас холодный щавелевый суп. Тоже кладезь вот этой вот прибалтийской кухни, которая вот сохранила все вот эти традиции. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Запеканка рыбака. Цветную капусту разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде с добавлением сока лимона. Филе судака и семги нарезать на небольшие кусочки. Лук-порей кольцами. На раскаленной сковороде обжарить лук. Добавить кориандр и сок лимона. Выложить кусочки судака, цветную капусту и семгу. Перемешать. Блить сливки. Добавить немного бульона от капусты и тертый литовский сыр. Посолить, поперчить. Немного перемешать. И отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Запеканка рыбака готова. Приятного аппетита. Дорогие друзья, мы снова на нашей кухне. Вы снова с нами. И мы продолжаем готовить нашу прибалтийскую кухню. И второе блюдо, ну как бы это первое блюдо, да, но второе блюдо в нашей передаче, это будет... Будет... Холодный щавелевый суп. Холодный щавелевый суп. Здесь мы используем куриную грудку. Айран домашний, да, он такой холодный в холодильниках. Очень необычная. Айран домашний, яйца куриные, здесь у нас присутствуют огурцы. Ну, то есть весь набор, который мы используем, в принципе, и для окрошки, и для щавелевого супа, да. Здесь у нас щавель, и здесь у нас это стебли сельдерея, которые придут аромат. Я попрошу тебя вот так нарезать, вот, ну, в принципе, один огурчик. Один огурчик мелким-мелким кубиком, мелким кубиком, я думаю, и так же нужно будет нарезать вместе с ними вот этот сельдерей. А щавель мы будем готовить уже чуть-чуть припускать, поэтому мы его в отдельную посуду будем отправлять. Вода у меня уже закипела. И здесь у нас, конечно же, я вот не обошелся без нашего национального колорита, да. Вот, если вы заметили, друзья, вот здесь у меня присутствует наш домашний казахстанский курд, да, курд, который мы тоже будем добавлять, использовать в нашем блюде. То есть он придаст такую пикантность и колорит. Я думаю, в странах Прибалтии, да, тоже большое внимание уделяют молочным, кисломолочным продуктам. И я думаю, скорее всего, у них есть что-то похожее. Мы это будем использовать. Я одеваю свои перчатки. Это очень интересно, что получится. Получится очень интересно, я думаю, и всем это понравится. Вода у нас кипит, бурлит. Почему вот я использую именно курицу, да, потому что она очень быстро готовится. Мы ее сейчас нарежем. Курицы, да, кубиком можно вот такими полосками. Можно, в принципе, натирать на терке, но сегодня мы сделаем давай с собой кубик. Давайте. Куриное филе я тоже помельчу, чтобы оно быстрее приготовилось у нас. А с мясом тоже, да, можно? С мясом можно использовать, можно с отварным мясом использовать. Но здесь нам нужен именно вот этот бульон, куриный вкус, чтобы мы могли припустить чавель. Все легко и просто, очень. Я больше всего люблю курицу. Курицу ты используешь, да? Какие блюда из курицы ты готовишь? Курицу в основном в духовке запекаю, с майонезом сразу. То есть ты знаешь, да, прелесть духовки, духового шкафа, то есть то, что это экономия времени, да? Да, да, да. То есть делал быстро, поставил, и все, не нужно все время слить. И самое главное не забыть, чтобы... Смотреть. Потому что хорошо ты напомнил про духовку, в принципе, я уже в полете вот этих творческих мыслей, да, наших, как приготовить. Потому что, смотря на набор наших продуктов, можно интерпретировать и приготовить их по-разному, да? И, думая об этом, я совершенно забыл о нашем блюде. В принципе, оно уже на подходе, я убавляю градусы до минимума. В принципе, я уже даже ее выключаю. И когда приготовится наша курица, мы будем уже сервировать наше первое блюдо. Курица у меня варится. Вы когда-нибудь были на неделе моды? Приглашения были, да, я посещал, смотрел. Это очень интересно и завораживающе, в принципе. Я всегда радуюсь за вот наших молодых казахстанских дизайнеров, которые очень вот, ну, как ты, да, то есть идете прям в ногу со временем. И не то, что в ногу именно вот с тем веянием, да, который вот происходит в мировой моде. Да. У нас сейчас очень много таких хороших дизайнеров. То есть они могут дать пору вот западным. То есть у нас есть дизайнеры, которые на запад выезжали. Это очень круто. То, что у них ценится такой, все национальное. И когда они видят такие национальные узоры, они так сразу, вау, типа, где купить? В основном, когда мы ездили в Америку, я одевалась узором. И там каждый, ну, в день, наверное, три человека подходили и делали комплименты, спрашивали, где вы купили? Да, да. Я тебе помогу, я тебе помогу, потому что сегодня на кухне командуешь как бы ты, да, то есть всю основную работу будешь делать. Да, да, да. В принципе, огурцы, вот эти огурцы ты дорезаешь, их уже достаточно. Я подрежу. Куриное филе у нас уже сварилось, я отключаю воду. Я нарежу сельдерей. То есть мы эти продукты будем добавлять в сыром виде. Я их добавлю к моим огурцам. Получается, как окрошка немножко похожа. Похоже на окрошку, да, но он будет такой не совсем холодный, да, бульон у нас не охлажденный, но мы, замиксовав его с айраном с нашим, да, то есть он будет такой прохладный. Ну, такой летний, весенний вариант. Да. А как ты вообще используешь в своем рацоне зелень? Какие продукты больше всего тебе нравятся? Да, я люблю питаться правильно. Ну, иногда не удается, но в основном люблю салаты, обожаю капусту, цветную капусту люблю, помидоры, все такое. Овощи, фрукты я очень все люблю, потому что полезно. Вот, нужно здорово питаться, чтобы работать хорошо. Здорово питаться, да, здорово и здорово. Да, здорово и здорово. Потому что это тоже самое главное все-таки здоровье. Самое главное в жизни это здоровье, а потом все остальное уже как бы само, само и творчество, и все остальное. Прежде всего, да, в здоровом теле, как говорится, здоровый дух, да. Я нарезаю на щавель. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных, а родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Включаю нашу кастрюлю. И здесь у меня яйца. Яйца, в принципе, можно предварительно отварить, да. Ну, в силу того, что мы вот... Мне больше нравится, когда вот они вот разбиваются целиком в бульон, допустим, да, все время супы. Я вот их сюда добавлю наши яйца. Все разрезала бутсы. Все это размешаю потом. Все у тебя готово, в принципе. Вот, я сейчас это подмешиваю, размешиваю. И не дожидаясь того, как яйца вот уже, чтобы желток у нас не сводился, я вот обязательно это все промешиваю здесь на месте. Такой же белый молочный цвет получился. И отправляю на щавель. Сюда. Буквально до такого легкого кипения. Вот один раз забурлит, закипит. И я все это дело буду отключать. Отключаем. Все у нас там доходит. Курица уже готова. А я уже присадил ее. И наш вот секретный такой домашний ингредиент, это курт, да, мы его обязательно добавим. В принципе, его можно сейчас потереть на терке, прямо вот сюда к нашим огурцам. То есть это, ну, я думаю, одного такого курта будет достаточно. Потрешь его мелко-мелко. Он такой мягкий. Отлично. Прям необычный. Никогда не готовила. Да, береги руки, самое главное. Да, никогда не готовила блюдо из курта. Никогда-никогда. Да. Ну, сегодня у тебя будет это первый раз. Я думаю, тебе это понравится. Да. Он придает такую пикантность блюду. То есть как вот... Соленоватость, да? Да, если в первом блюде у нас мы использовали литовский сыр, здесь мы будем использовать, ну, казахский курт, прибалтийская кухня. Если нет сыра, используйте курт. Чтобы у нас не повторяться. Еще да? Да, добавляй, добавляй, добавляй. Смело. Угу. Что необычного в своей жизни ты пробовала? Ты вот путешествовал, да, я вот слышал, ты вот говорил, что вот Соединенные Штаты Америки. Да. Где-то вот какая страна больше всего тебя поразила своей кухней, своей едой? Я была в Америке, в Грузии, в Корее, ну, самые такие значимые страны для меня. В Корее очень специфическая еда, то есть там вообще никак не могли привыкнуть и не ели, да, да, потому что там очень странная, острая и чуть-чуть безвкусная. То есть острота, она перебивает либо вкусы, но есть своя пикантность все равно и в корейских едах тоже. Да, ну, они прям, да, все. Достаточно? Достаточно. Натуральная. Вот, мне очень понравилась грузинская еда, то есть и здесь грузинская. Это вообще отдельная тема, да. Да, хинкали, все с сыром, с брынзой, это очень, очень вкусно. В принципе, здесь мы уже как бы закончили, да, вот мне остается добавить сюда айрам, такой вот момент. Я уже здесь ничего не кипячу, потому что здесь блюдо у нас уже такое готовое. Угу. И я сейчас добавлю наши ингредиенты, то есть это горчица, горчица и хрен. Да, мы прям можем добавить их сюда, вот к нашим огурцам, хорошенько это промешаем. Буквально пол чайной ложки горчицы. Горчица, кстати, очень полезная. Горчица, да, она при простудах очень, она согревает, и я думаю, она придает именно вот вкус маринадам, различным вот блюдам, которые вот мы часто готовим на своей кухне, да, и хотим что-то новые вкусы какие-то задать маринадам. Я очень люблю использовать в маринаде, ну, конечно же, с холодцом. Да, 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 конечно. Попрошу взять тебе ложки, вот две ложки прям, и вот это все хорошенько промешать. Угу. Промешивай. Угу. А я возвращаюсь к нашему первому блюду, к нашей запеканке. Она уже готова, покрылась вот такой вот корочкой. Смотрите, как она получилась. Ой, красиво как. Это у меня друзья голодные сидят с утра, не ели. Друзья голодные, но чтобы не оставаться друзьям голодным, я рекомендую заниматься, вот, конечно же, здоровым питанием, да, и я снова рекомендую наши макароны «Магия кухни». Они приготовлены из твердых сортов, и они очень богаты, источник клетчатки, хочу заметить. Да, клетчатка. То есть та технология, по которой приготовлены вот наши макароны, да, они такой щадящий, хороший режим. Да, они готовятся чуть подольше, но зато вы не пропустите момент, вот, как в итальянской кухне, вот говорят, там, аль денте, да. Да, да, да. В этот момент они у вас не переварятся, не разварятся, да. То есть вы, как бы, здесь страхованы от этого. Используйте их у себя на кухне. Да, очень классно. Мы сейчас поедем в магазин, купим макароны ваги. Мы вам еще подарим, подарим, мы вас близкими руками не оставим. Ой, к вам поюнюк боти. Дорогие наши телезрители, вот и подходит к концу наше приготовление. Нам остается, нам остается только все это сервировать и пригласить наших гостей. И вас, дорогие телезрители, попробовать наши замечательные блюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холодный щавелевый суп. Куриную грудку нарезать небольшими кусочками и отправить в кастрюлю с кипящей водой. Разбить два яйца в бульон, перемешать. Добавить измельченный щавель и довести до кипения. Варить до готовности курицы. Влить в кастрюлю айран и тщательно перемешать. Огурец нарезать мелким кубиком. Измельчить сельдерей. Курт натереть на мелкой терке и добавить к огурцам и сельдерею. Овощи смешать с горчицей и хреном. В супницу выложить смесь из огурцов и сельдерея. Залить бульоном. Приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, наши блюда уже готовы. Нам остается их разлить только по тарелкам. Будет необычно. И будет, я думаю, вы запомните эти блюда и будете готовить их у себя дома. И нашему блюду придаст пикантность. Это, конечно, наш грибной соус. От марки Три желания. Мы сюда вот его добавим. Слегка небольшими такими порциями. Я не стал его сразу промешивать, замешивать. Потому что у него такая красивая текстура, что я хотел бы, чтобы люди, наши телезрители, и вы все его увидели. То есть он уже идет с зеленью, с грибами. Очень красиво. И я думаю, мы никогда наши гости не отпускаем без подарков. А тем более наш друг и партнер Евразин Фудс Корпорейшн приготовила для тебя вот такой замечательный подарок. Здесь у нас все те марки, которые вот Три желания, шедевры, Золотые горы, горчицы, которые мы использовали. Я думаю, он будет отличным под спорем на вашей кухне, дома, да. И вы перестанете так часто ходить, посещать заведения, да. И будете готовить дома. Потому что это очень интересно и вкусно. Держи, пожалуйста. Все. Спасибо большое. Дорогие наши гости, подруги, проходите, пожалуйста, к нам. И мы будем приступать пробовать наше блюдо. Вот мы приготовили три тарелки. Мы налили, да. Угощайтесь, я думаю, вот начнете с первого блюдо. Какой запах. Ложки. Прекрасно. Ребята, ты можешь хозяйничать на кухне, ты уже полноправная хозяйка здесь у нас. Объяснять девочкам, что и как. Надо начинать с супа, да. Попробуйте сначала суп, да. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Я попробую рыбку. Очень вкусно. И выглядит аппетитно. И как вам тот вкус, который вот мы придали с куртом и горчицей, сочетание, как вам? Очень вкусно прям. Необычно. Я попробую. Очень классно. Очень интересно. Думаю, в сочетании с соусом это блюдо имеет такую особую какую-то пикантность. Я думаю, если нас смотрят, да, в странах Балтии, а тем более сейчас все это возможно, да, благодаря интернету и нашему сайту вкуснота.кз, я думаю, они оценят это по достоинству, как и вы, наши дорогие телезрители. Пробуйте, наслаждайтесь, переходите ко второму блюду. Дорогие наши телезрители, пришло время прощаться. С вами был Талгат Абергенов. И, конечно, самое вкусное кулинарное шоу «Магия кухни». Готовьте на позитиве и с любовью. С вами был Талгат Абергенов. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Масло «Золотые горы». Масло «Золотые горы». Масло «Золотые горы». Масло «Золотые горы».